привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и мы с вами снова встречаемся в игре the landing тоска печаль беда но в данный момент я не думаю что мы очень печально потому что мы занимаемся друзья разведением грибов не более не менее чем вы видите мы занимаемся тем что бродим и разыскиваем то что делали в прошлой серии вот наконец-то я нашла этот одинокий грибок на самом деле чтоб не его взять чтоб не его взять мне надо а могу я этот свой куда-нибудь посадить я не хочу его есть понимаете я хочу я его в принципе ношу с собой чтобы осветить себе дорогу а поскольку с ним очень весело и здорово гулять а также я ищу как можно отсюда выйти и пронести грибы в свой дом потому что паутинка которую через которую мы сюда наверх забираемся не выдерживает веса наши нашего шейда и гриба вместе поэтому я уже даже не знаю каким образом мы можем его донести здесь может быть прорупив но в принципе не смотрите здесь сажать а нет здесь можно тоже выращивать можно есть где-то можно выращивать и таким образом я в принципе вообще осматриваю все эти верхние пещеры чтобы найти какой-то выход может где-нибудь можно как я уже предполагала что грибы растут грибы растут вот в таких вот мутантов которые мы с вами видели тоже в прошлой серии и надо наверное определенное место определенную почву где они будут расти так что смотрите вот здесь да вот здесь в принципе можно вырастить гриб здесь можно вырастить гриб и его и забраться здесь наверх но это не то что мне надо мне не надо наверх мне надо вниз мне надо попробовать пронести его в дом кстати те грибы которые у нас в доме насколько я поняла они вроде как не светится в нашем доме выросли грибы дайте которые мы сажали выросло два вот таких вот фиолетового грибочка но либо у нас там слишком светло и этого свечения незаметно надо будет попробовать выключить весь свет и посмотреть светится ли там наши грибы либо это все-таки какой-то другой сорт а мы продолжаем бегать и искать куда пристроить этот гриб и как отсюда выйти друзья решила включить запись почему потому что а вдруг что-нибудь у нас получится а вдруг мы что-нибудь найдем и я не хочу чтобы этот момент прошел мимо вас так что мы с вами увидимся через пару секунд для вас так друзья мои осматривая эту пещерку где вот здесь вот эти странные огромные грибы мне пришла голову странная идея посмотрите у нас здесь есть зеленые и есть фиолетовые а вот эти так называемые огромные грибы они это какого-то другого рода племени и это по моему действительно мутанты то ли они получаются от смешения вот этих вот розовых и зеленых в общем как мне кажется что вот смотрите у нас есть граница розового ну или фиолетового и есть грани и есть зеленая зона а вот между зачем его съел сразу какая слушать если он долго держит гриб и никуда не движется он начинает его есть ты что же делаешь ты зачем продукт переводишь но не суть давайте мы включим поярче тогда свечку просто я-то ходила с этим грибом чтобы осветить себе дорогу она бы сожрал какой нехороший так вот если попробовать посадить рядом два гриба фиолетовый и зеленый и посмотреть что между ними вы растет может быть как раз между ними и вырастет эти грибы но делать это мы можем только здесь я уже походила и посмотрела да у нас нет возможности выйти отсюда единственная возможность это вот тот вот уступчик который там наверху вот наверное там мы с вами сейчас и попробуем развести нашу плантацию если конечно наш парень опять не перекусает все эти грибы он уже второй гриб сажал за сегодняшний день очень плохо себя ведет и говорит что они голодны явно он хочет опять посмотреть сны но мне так кажется что мы не дадим ему этой возможности друзья увидимся с вами немножечко попозже и так друзья что мы знаем о шейде мы знаем то что он очень любит есть грибы поэтому попробуем не дать ему это сделать а передвинемся сюда и вот я думаю давайте если мы здесь вот прям прям вот здесь вот нет подожди не здесь ну где-то здесь посадим один так он растет и сейчас быстренько сбегаем здесь у нас прямо за углом стоит зеленый зеленый мы посадим надеюсь сюда и если у нас между ними вырастет вот этот гриб мутант то мы сможем сюда забраться я не знаю куда ведет этот уступ возможно возможно что благодаря этому если мы заберемся конечно на уступ то мы сможем пройти куда-то дальше может быть даже обойти этого паука и таким образом выносить грибы но опять же это все друзья теория это все теория возможно надо будет вырастить как сказать ступеньками этот гриб а может надо будет на него забраться а может он вообще не не вырастет очень много вопросов по поводу разведения грибов у меня возникает и в принципе может быть кто-то из вас уже знает кто проходил эту игру поскольку я так понимаю что ускорять все можно было начинать гораздо раньше сидеть читать книги просто без без прерыва и таким образом время прошло бы намного больше раньше был упал сталактит быстрее бы наполнилась махом то самое место которое которое у нас еще нам еще 11 часов до этого места но тем не менее так давай рви гриб буду предельно осторожно за ним ухаживать и он не светится как видите так я даже боюсь это закрывать потому что наш парень может этот гриб съесть в любой момент а нам этого не надо давайте мы его донесем до места и увидимся с вами уже там так вот надо теперь искать место куда его посадить нет наверно съесть не они не только не ешь только не вздумай есть нет здесь есть дождь а ближе нет вот здесь можно его вырастить отличная почва для всех видов грибов сказал наш тень смотреть гриб медленно растет заново а тот растет гриб медленно растет заново ну что уж ладно посмотрим значит это у нас теоретически посередине должен должны вырасти вот эти вот большие что-то честно говоря я их то есть у нас только не растопчиво вот один гриб растет до который мы сейчас посадили зеленый а здесь растет еще один и все ладно давайте оставим это место что делать отправимся с вами наверно знаете куда мы отправимся с вами навестим голову говорящую и оторвем у нее пару кристаллов зачем они и надеюсь она не рассердится а может и рассердится мы с вами увидим через пару секунд так ну что ж друзья мы пришли мы пришли к этому лицу я не знаю может быть не можно поговорить и сказать что я возьму у себя кристаллов привет лицо как дела нормально спасибо а ты как так как не одолеть тьму и лицо нам все скажут и даже не потребует больше никакого мха интересно что скажет нам лицо если мы от него оттяпаем кристальчики кстати если уж на то пошло мы больше сюда никуда не можем пойти наверно нет ну что давай будем использовать нашу кирку извините кристалл довольно твердо на это может уйти много времени я в этом и не сомневалась друзья поэтому мы будем тяпать кристаллы а с вами увидимся когда уже добьемся каких-нибудь результатов ах ты кристалл наконец сдался кристалл он потребовал от меня больших усилий но от того стоит повешиваю на стену в своем жилище друзья это было очень долго это было даже дольше чем розовый кристалл лицо не против как дела нормально ты мне нормально до свидания я наверное не буду сейчас пока колупать от него второй кристалл а просто мы отправимся с вами наверно домой ускорим наше время и посмотрим чтобы сходить за белым кристаллом вся в принципе время все равно идет ну уже так оттяпали или отобьем ладно давайте отобьем наш кристалл наконец-то сдался да долго долго он его бьет ну что ж я думала что здесь будет очень темно кристалл он потребовал от меня больших усилий но он того стоит повешу на стену в своем жилище у нас осталось 10 часов до того как нам откроется путь к белым кристаллом 2 кирки лицо я надеюсь ты не в обиде она вовсе даже не изменилось а мы отправляемся с вами а мы отправляемся с вами домой домой пристроим кристалл чеки а заодно посмотрим как там как там наши грибочки ты хочешь взять камешек все уже камешек пропал ну и поскольку хоть время идет у нас довольно быстро как видите секунды стали тикать у нас еще быстрее даже когда мы за пределами нашей комнаты но все равно возвращаться нам еще очень и очень долго поэтому друзья мы с вами увидимся немножечко попозже это друзья случилась странная вещь у нас не работает эта дверь от слова никак неужели же из-за того что мы забрали кристалла до дверь не работает либо и табак либо это наказание за то что мы сбили кристалла давайте попробуем я даже не знаю в обход мы никак не попадем это единственный выход отсюда к нам домой дверь пристала работать и мне вот сейчас интересно это у нас все двери перестали работать давайте посмотрим нет эти двери работают что же не так что же стоит дверью странно давайте проверим эту дверь и эту да здесь у нас есть зайти в дверь это очень странно это очень и очень странно ладно отправляемся отсюда тогда посмотрим я попробую может быть еще раз пройти тем путем и посмотреть в чем там дело что не так что дверью а с вами мы увидимся немножечко попозже надеюсь король не накажет меня за то что я отколю этот кристалл на это может понадобиться много времени друзья и вот по поводу короля который не накажет знаете что давайте-ка пока не будем как я уже и говорила мне очень не хочется здесь отковыривать эти кристалла потому что это как-то некрасиво прыгай давай кстати наш парень очень не любит здесь спускаться он обходит всегда это вот такой вот долго с долгим путем хотя в принципе ничто ему не мешает вот так вот здесь просто-напросто сползти ну вот и смотрите у нас теперь есть зайти в дверь что же с той дверью но да ладно это кого-то наш дом вот они кристаллы я даже скажу сразу не сразу и заметила голубенькие кристалла который я думаю можно повесить рядом с водой красный куда-нибудь так вообще на самом деле как-то так тут все не очень или наоборот давайте повесим голубые здесь красный оставим где он и был и как по мне так вполне сомнительное украшение все эти кристаллы ну да ладно пусть будет как-то так а вот таким образом и посмотрите обратите внимание как быстро у нас летит время а почему а потому что я нарисовала вот эту вот картинку картинку времени так сказать первой степени и я так думаю что если мы с вами нарисуем вторую бумаги у нас еще много вот мы возьмем сейчас все цвета и нарисуем вот эту время ночь против дня то время у нас пойдет еще быстрее возможно поэтому принципе не буду я сейчас этого делать дошит можно поиграть на трубе у нас опять же пойдет быстрее время наверно это шедевр но тем не менее еще быстрее время идет если мы читаем книгу если можно было играть на трубе и читать книгу одновременно но нет одновременно можно разжечь камин так хорошо же тут здесь возьми давай уголь на суд времени симфония и мы пойдем разожгем огонь посадим нашего парня читать и дождемся когда пройдут эти десять часов естественно сейчас у нас камин будет очень громко кричать обычный огонь получено достижение дом милый дом милая милая пещера а как странно я не знаю чтобы это чтобы это не значило давайте-ка мы заткнем уши чтоб нам огонь не мешал время летит очень быстро я спускаюсь для чего для того чтобы посмотреть что у нас тут с грибами и здесь друзья можно сделать целую картинную галерею можно нарисовать много много картинок и и таким образом украсить свое жилье скоротать время не знаю может быть достижение дом милый дом означает ограничение скорости и больше она уже не пойдет трудно сказать когда не знаешь но давайте проверим наши грибочки вы посмотрите наш шейт улыбается неужели посмотрите у него зубки появились он стал улыбаться до грибочки у нас тут выросли так еще полностью не вырос говорит нам шейт но очевидно осталось совсем немножко так что ж вот как ему хорошо дома когда мы еще построим кровать друзья чтобы построить кровать нам осталось найти одну дощечку и собрать мох но мог как бы там полно мха мох мы можем собирать в принципе он растет довольно быстро а вот с дощечкой у нас проблема поэтому я и хочу зайти в те места где мы еще не были и собрать там белые кристаллы а заодно посмотреть не будет ли там тоже каких-нибудь деревяшек ну а сейчас мы почитаем друзья а с вами увидимся через пару секунд ну это уже готовые грибы и так ли ну-ка только не надо их рвать сейчас хотя наверно можно сорвать давайте мы сорвем гриб давай но только не ешь только не ешь вот здесь вот мы его посадим пускай у нас будет много грибов вот этот мы тоже сорвем на его месте вырастет другой а мы посадим его немножечко дальше не надо здесь есть смотрите-ка здесь мы сажать не можем мы можем сажать только где-то тут ладно держим враги этот и да я хотела посмотреть насколько он светится нет смотрите я выключаю свет только только бы он его не съел нет дома у нас грибы почему-то не светится возможно это какие-то издержки селекция ну что ж ладно а как я люблю садоводство чем больше грибов я выращусь тем быстрее полетит время но вполне возможно что сейчас пока растут грибы время у нас замедлится но тем не менее пока что вроде она идет довольно быстро так мы с вами отправляемся вот сюда вот на этот утес пойдем прямо туда игру я перезапустила я надеюсь теперь все двери будут открываться может быть это просто что-то не заела в этой игре такое тоже бывает нету игр которые были бы вообще без багов так а я что еще ищу нам еще надо навестить вот эту вот нашу яму в которую набирается вода конечно для этого нам нужно нам нужен месяц сказал нам шейт и месяца за 30 дней а тридцать дней у нас еще наступит через через нескоро у нас прошло всего лишь 14 но опять же можно читать книги и как-то ускорять время играя на трубе а возможно нарисовать еще побольше всяких картинок друзья но дело не в этом дело в том что мы топаем на наш утес и увидимся с вами уже там ну чтож минута истина барабанная дробь папа вам есть ли у нас мог если жизнь на марсе мог внизу густо разросся думал прыгнуть уже можно я все же подожду еще чуть-чуть да точно но забирай тогда уголь я уж не знаю давайте тогда подождем чуть-чуть раз наш шейт сомневается в принципе возможно что какой-то часик игрового времени надо подождать потому как начинали мы не сразу с нуля как говорится у нас пошло время и пока мы дошли до этого утеса наверно только с того момента стала стал расти бог можно подождать пока мы ждем сделать что-нибудь полезное например прогуляться и осмотреть окрестности глядя что-нибудь еще интересного увидим друзья но с вами мы увидимся только в том случае если мы что-нибудь интересное найдем а а пока мы ходим и пока на шейт сомневается мы давайте-ка соберем мох нам на кровать нужно много мха давай давай 15 мха а здесь его действительно много здесь он уже вырос я думаю что нам вполне должно хватить на кроватку ну собирание мха друзья не такое увлекательное занятие поэтому давайте я это сделаю за кадром и подождем пока вырастет окончательно тот самый мог который мы должны прыгнуть а вот это самая ямка с водой не совсем понятно почему меня идет наверх камера и мы в ней не утонем что скажет нам шейт нет вот незадачи дружелюбная капелька помогает наполнить яму но это может занять еще пару недель да как я и говорила когда мы здесь были он говорил про месяц прошло уже две недели то есть нам еще две недели а а эта дорога насколько я понимаю ведет библиотеку ну чтож мог бы весь собрали отправляемся обратно к утесу итак друзья интересно сейчас мелькнуло сообщение гриба вот я получила ачивку посадив сюда зеленый грибочек и посмотрите что у нас тут выросла у нас тут вырос здоровенный гриб мы можем на него залезть папа поверить не могу что это сработало вот это да ты я поверить не могу друзья как бы и не ожидала просто там с обрыва с этого в мох он никак не хочет прыгать говорит что время еще не пришло но вы посмотрите как интересно получилось что же получилось посмотрите у нас здесь был посажен зеленый гриб а здесь был посажен фиолетовый и этот вырос получается не между а именно из фиолетового гриба вырос вот этот вот это интересно надо будет повторить этот эксперимент не знаю посадить куда-нибудь еще и посмотреть значит получается что у них эдакий симбиоз что когда посажен рядом с фиолетовым гриба грибом зеленая и фиолетовый превращается в этот я так думал но тем не менее я так думаю что нам надо сходить вот куда-нибудь сюда и посмотреть что у нас тут а тут у нас очень все темно и темнее и темнее и грибочек мы не взяли который светящийся сейчас еще и ползти придется ой нет ребята надо наверно мне было взять светящийся гриб как-то тут не очень весело а если мы сейчас свечку выключим он останет совсем темно не давать вот так вот немножко зажгем вернее зажгем на полную потому что это все очень страшно это кажется что от наших глаз тут все светится еще темнее и полная темнота вы что-нибудь видите я нет у нас одни глазки освещает немножко нам дорогу дальше становится еще темнее тут так темно что даже я не вижу ничего без света до слушайте на шейт прав друзья давайте-ка мы вернемся мы вернемся и возьмем светящийся грибочек потому что тут правда очень темно так ну что ж взяли мы гриб есть мы его не будем пойдем сюда ты зачем его съел ах вот оно что это было интересно это было забавно ну ладно это тоже метод главное не проглотить так что идем с грибом так что идемте с грибом и так чем дальше тем страшнее тем темнее мы с нами есть волшебный грибочек насколько он нам поможет главное его не съесть потому что если мы его съедим это будет совсем-совсем печально так как мне кажется мы идем вовсе не в том направлении какое нам надо нам надо бы а что нам надо нам надо исследовать нам нужно найти в принципе деревяшку больше нам ничего не нужно и внимательно смотреть по сторонам чтобы не свалиться в пропасть потому что говорил нам шейд что снилось ему короткий вскрик и долгое падение как говорится в сказке ложь давний намек как мы уже выяснили ничего зря он тут не рассказывает очень темно может повернусь назад я начинаю слышать странные звуки да мы слышим странные звуки ай я вижу друзья что карта отдаляется вот это я вижу и слышу очень осторожненько идем очень осторожненько ага наверх наверх Чёрт, куда так? О! В Норвегии есть такая скала, называется Язык Тролля. Я слышу, что конец мой близок. Да ладно. Это об этом прыжке говорили, что... Не-не-не, мы не будем прыгать. Чё, мы с ума сошли, что ли? Обалдеть, нет, стой! Стой! Никуда не ходи, я скриншот сделаю, а потом можешь прыгать. Ну, ещё шажочек. Да, друзья. А теперь вот интересно, если я ещё шажочек сделаю... Ой, господи, как страшно. Ну нет, ну тут никак не прыгнусь, причём у меня команда, только съесть гриб. Что, съедим гриб? А теперь вообще ничего-нибудь. О, господи. Какой странный прекрасный сон. Слушай, ты нашёл, где заснуть? Ты ненормальный. Ты нашёл, где заснуть? Нет, друзья. На краю бездны видеть такие сны. Ну, очевидно, мы увидели этот сон исключительно из-за того, что съели... По-моему, это был третий по счёту фиолетовый гриб. И если бы здесь была сохранка, то можно было попробовать спрыгнуть и понять, что будет дальше. Но у нас нету сохранок, поэтому мы вернёмся обратно. Мы вернёмся обратно в наш уютный домик, подождём, пока пройдёт ещё, очевидно, день, чтобы сходить за белыми кристаллами, второй киркой и отдохнуть в нашем уютном домике, друзья. А на этом моменте давайте мы с вами попрощаемся. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok